Примерно 75% людей время от времени недовольны своей внешностью. Это нормально, но некоторые из этих людей принимают крайние меры, чтобы достичь идеального тела, что часто приводит к ужасным последствиям. Готовьтесь увидеть случаи с неестественными мышцами, взрывающимися руками и другими проблемами из-за параноидального стремления людей увеличить мышечную массу. Нас ждет увлекательный выпуск, в котором мы рассмотрим еще больше примеров самых безумных попыток нарастить мышцы или изменить свое тело. Так, многие из нас хотели стать больше. Фитнес-блогеры скажут, есть побольше калорий или белка. Но есть и другой способ. Посмотри на этого парня. Его бицепсы такие огромные, что он даже не может нормально есть. Дело здесь не в белке или калориях. Он использует кое-что под названием синтол. Это неприятная смесь масла, полеутоляющих и алкоголя, которая вводится под кожу. Некоторые бодибилдеры используют его в небольших дозах перед соревнованиями для небольшого увеличения мышц. А вот наш герой использует его, чтобы выглядеть, как накачанный спортсмен, не прилагая при этом никакого труда. По-моему, эти ужасно раздувшиеся бицепсы сразу бросаются в глаза, как ненатуральные. В последнее время синтол стал довольно популярным, что естественно раздражает медиков. Доказательство этого – видео с ужасно опухшими мышцами можно найти много в социальных сетях. Братан, я знаю, что это называется бицепс, но твой больше, чем твоя голова. А этот синтоловый качок не остановился только на руках. Он также колет его в плечи, из-за чего выглядит, как трансформер-гандам. Синтол может вызывать не только видимые деформации, но и долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как повреждения нервов, артерии, сердечные приступы и инсульты. А удаление поврежденных тканей может потребовать болезненных опасных операций. Это не шутки. И помни, нет коротких путей к достижению отличной формы. К сожалению, это не первый и не последний раз, когда мы говорим об этом, и когда снова увидим такие проблемы. Говорят, что ни одному человеку не может быть дана такая сверхсила. Но я нашел одного, у кого она есть. Позвольте представить вам Хана Бабу. Его настоящее имя – Арбаб Хизир Хаятхан. Баба родом из Мардана на севере Пакистана. Его рост – это огромные 6,5 футов, почти 2 метра. А сам он утверждает, что весит целых 961 фунт. Это аж 436 килограмм, что примерно столько же, сколько весит лошадь. Бабу сам провозгласил себя самым сильным человеком в мире. Так Дон Бабу говорит, что ест по 10 тысяч калорий в день. Его ежедневный рацион состоит из 4 кур, 36 яиц, 3 килограммов мяса и больше 5 литров молока. Да уж, я бы не хотел оказаться следующим в туалете после того, как он оставит там свою бобинку. Бабу утверждает, что именно его рацион и является секретом невероятных силовых подвигов, которые он показывает в социальных сетях. Он делится видео, где тянет два внедорожника, привязанных к его волосам, держит мотоцикл зубами и исполняет странные трюки. В 2012 году он даже заявил, что поднял 11 тысяч фунтов, примерно 5 тысяч килограмм, просто представить себе не могу, на соревнованиях по тяжелой атлетике в Японии. Как-то неправдоподобно, не так ли? А это типа Баба Трон проламывает стену. Выглядит правдоподобно. А как насчет того, когда он тянул две машины? Посмотрите еще раз. Канаты почему-то слабо натянуты, и это вызывает вопросы. А этот подъем в 5 тысяч килограмм в Японии. Нет никаких записей об этом грандиозном событии. Что же касается его размеров, это в основном костюм, набитый подушками, чтобы выглядеть побольше. Под всем этим пухом это обычный парень. Без сомнения, Бабу фальшивка. Он даже признался в интервью, заявив, что это всего лишь персонаж, созданный для осуществления его давней мечты, участия в WWE. Однако многие доверчивые фанаты до сих пор верят в эту игру. И до сих пор Бабу никогда не показывал себя без своего костюма. Так что, несмотря на признание, кажется, что он пытается сохранить этот образ и какую-то интригу. Друзья, а как вы думаете, он будто форстый качок-аферист, или же он уже настолько вжился в образ, что сам верит в то, что показывает? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Если вам повезло никогда ослышать о Ливер Кинг, позвольте рассказать. В начале 2020-х годов Ливер Кинг, настоящее имя Брайан Джонсон, завоевал миллионы подписчиков в социальных сетях, пропагандируя свой необычный образ жизни, диету и методы тренировок. Брайан клялся, что, живя по его ансестральному образу жизни, можно достичь мускулистого телосложения, как у него. Ансестральный образ жизни, спросите вы, что это такое? Оказывается, это включает в себя отказ от одежды и стрижки, поедание огромных количеств сырой печени и прочих частей животных. Сразу хочу сказать, мне не нравится этот мясной ковбой. Да, Брайан действительно практикует то, что проповедует, но живание сырой печени и других частей животных – это не какой-то давно охраняемый секрет качков. Хотите знать, что на самом деле помогло ему? Стероиды. Физическая форма Брайана была достигнута благодаря современным медицинским препаратам, которые увеличивают выработку определенных белков, способствующих росту мышц. Я не говорю, что прием Брайаном чего-то запрещенного – это однозначно плохо. Стероиды широко распространены в фитнес-индустрию. Но дело в том, что этот декарь из мясной лавки постоянно отрицал это и выступал на каждом подкасте, заявляя, что его глупый образ жизни – это и есть весь секрет его телосложения. И для чего все это, спросите вы? А я отвечу, чтобы продавать добавки, свои планы тренировок и кучу другого хлама, убеждая своих поклонников, что поедание внутренних органов – это ключ к красивому мускулистому телу. И на этом он зарабатывал, по слухам, около 100 миллионов долларов в год. Да, теперь видно, этот парень – очевидный мошенник и инфо-цыган. Говорю это, потому что в ноябре 2022 года знаменитый блогер MoPlates MoDates выпустил громкое разоблачение этого мошенника. Он получил письмо от тренера по бодибилдингу, к которому обратился когда-то Брайан, с подробным описанием своего обширного набора препаратов. Оказалось, что Брайан тратил целых 11 тысяч долларов в месяц на нецентральную часть своего образа жизни. Это событие заставило его признать, что вся заморочка с печенью – это обман. И это было в 2022 году. Исправился ли он с тех пор? Нет, не совсем. Вскоре после того, как он заявил, что чист, он признался, что снова начал принимать некоторые препараты. Открытость – это замечательно, но он нечестен во всем. Брайан продолжает скрывать правду о том, настоящие ли у него кубики пресса. Иногда он говорит, что это импланты, стоящие по 10 тысяч долларов каждый. Другие разы он утверждает, что они были вычеканены хирургом, который удалил слой жира между кожей и мышцами, чтобы создать больше рельефа. А еще иногда он заявляет, что это всего лишь шутка. Трудно доверять чему-либо из его уст. Конечно, Брайан усердно тренируется, я не буду этого отрицать. Однако его тело – это инструмент маркетинга для продуктов, которые он продает. В его тело вложено сотни тысяч долларов, и оно далеко натурального. Он – это фитнес-кардашьян. Девушки, что является для вас обязательным и привлекательным мужчине? Если верить социальным сетям, он должен быть ростом не меньше 180 см и зарабатывать миллион за минуту. Хотите узнать, какой процент американских мужчин выше 180 см? 6%. А в бывшем СССР все те же 6%. И эта глупая мысль стала настоящей паранойей для кого-то вроде Мозеса Гибсона. Это сильно подорвало его уверенность в себе. 41-летний Мозес считал, что его рост в 5 футов 5 дюймов – 165 см – стал препятствием, чтобы найти девушку. Он был несчастен. Он перепробовал все – от вставок в обувь до сомнительных препаратов и даже консультировался с духовным целителем, но ничего не помогло. В последние попытки Мозес прошелся через мучительную процедуру удлинения ног, чтобы стать выше. Во время таких процедур хирурги разрезают кости верхней или нижней части ног и прикрепляют устройство, которое медленно раздвигает два конца кости. Между ними появляется пространство, и новая кость растет в этом зазоре. Если вы думаете, что это звучит болезненно, так оно и есть. Многие пациенты, перенесшие операцию, говорят, что процесс удлинения после операции невыносимо мучителен. Но стоило ли оно того? Для Мозеса, да, он потратил более 170 тысяч долларов на две операции по удлинению ног и увеличил свой рост с 5 футов 5 дюймов до 5 футов 10 дюймов, то есть со 165 сантиметров до 178. Впечатляет? А что касается его уверенности, то он нашел девушку, но погодите, 170 тысяч долларов. Я не хочу портить ему настроение и праздник жизни, но рост Мозеса не был причиной его неудач в любви. Да, некоторые женщины могли бы прямо его отвергнуть из-за роста, но настоящая проблема была в том, что он сам верил в то, что рост как-то серьезно влияет на привлечение девушки. Ну хорошо, операция была успешной, и он все-таки нашел любовь, я рад за него. Но ему не обязательно нужно было становиться выше. Ему нужно было поработать над тем неуверенным голосом в голове, который говорил ему, что он недостаточно высок. К тому же, Мозес должен сказать спасибо, что ему повезло. Не все, кто делает эту операцию, так удачливы. 22-летний китайский парень, который был неуверен в своем росте, всегда мечтал стать выше. И, наконец, в 2020 году отправился за границу, чтобы осуществить это. Все дети хотят вырасти и стать своими любимыми супергероями. Когда бразилец Ромарио Досанту Салвас был мальчиком, он мечтал стать Халком. Единственная проблема была в том, что Ромарио был тощим ребенком, и это, мягко говоря, смущало. Когда же он повзрослел, он начал заниматься в тренажерном зале, но у него не получалось накачать такие выпуклые мышцы, как у его любимого героя из комиксов. Но в 15 лет Ромарио познакомился с Синтолом, и все изменилось. Он подумал, что, наконец, сможет достичь фигуры своей мечты и начал водить по 4 миллилитра масла два раза в неделю. Всего за 9 месяцев его руки увеличились на целых 20%. Готовы посмотреть, как они выглядели? Кажется, что ничего хорошего, правда? И это только начало. Помимо этой выпуклой фигуры, у Ромарио появились проблемы с дыханием, и он стал очень вялым. Оказалось, что все это масло затвердело в его мышцах и вызвало серьезные проблемы. После консультации с врачом все стало еще хуже, когда ему порекомендовали, ну-ка приготовьтесь, ампутацию обеих рук. И это ужасно. Однако случилось чудо. В день операции врачи изменили свое мнение. Ему позволили сохранить руки, и это круто. Но его семья потребовала, чтобы он прекратил инъекции. И насколько мне известно, он прекратил. Что тут скажешь? Молодец. Но Ромарио не единственный, кто одержим большим зеленым монстром. Это Луис Карлос Жезус, также известный как Луба Халк. Он приобрел большую популярность в социальных сетях благодаря своей безумной фигуре и заразительным танцевальным движениям. Не могу отрицать, мне нравится его энергия. При этом Луба утверждает, что его огромная фигура полностью натуральная. Чтобы поддерживать фигуру, он ест много кускуса, салата и около 30 яиц в день. Ух ты! Также плюс тренировки. Почти 30 лет, которые привели его к такому впечатляющему результату. Ну да ладно, хватит уже заливать. Я за то, чтобы большой Луба распространял позитив и радость, но его невероятно надутые мышцы явно еще один случай злоупотребления синтолов. Конечно, я могу ошибаться, хотя в этом случае очень вряд ли. Конечно, не все, у кого проблемы с мышцами, использовали легкий путь синтолом. Но некоторые отчаянные парни выбрали еще более короткий путь. Какой путь может быть короче синтола? А вот такой. После трудного развода один британец по имени Брэд чувствовал себя подавленным, эмоционально и что хуже всего физически. Поэтому он решил, что нужны радикальные меры для решения проблем с самооценкой. А он всегда мечтал о более крупной накачанной груди. И если вы или я можем пойти в спортзал на несколько месяцев и сделать это естественным образом, Брэд считал, что у него нет на это времени. Вместо этого он поставил себе грудные импланты. Подождите, импланты груди у мужчины? Вы серьезно? Импланты груди у женщин – это мешки с жидким силиконом, которые должны чувствоваться как мягкие ткани, как показано у нашей подруги Анастасии. А мужские импланты – это блоки гибкого силикона, сделанные под вид мышц. Проблема в том, что грудные импланты у мужчин имеют очень высокий риск осложнений, гораздо выше, чем у женщин. И как назло, так оно и случилось. У Брэда развилась ужасная инфекция, из-за которой его грудь опухло, увеличившись в три раза. Ай-яй-яй, выглядело это больно, и врачам пришлось удалить имплант. Но это сделало его грудь неровной, поэтому они удалили и второй имплант. Только вот проблема – большая часть его естественной ткани уже растворилась под ним. К счастью, Брэд все еще может восстановить свою грудь естественным образом, но было бы намного легче, если бы он сразу пошел правильным путем. Далеко не все, кто увеличивает свои мышцы, не готовы вкладываться в тяжелую работу. Бодибилдер Грег Валентино начал поднимать тяжести в 13 лет и влюбился в жизнь в спортзале, тренируясь целых 23 года. Но когда Большой Грег постарел, ему стало трудно конкурировать с молодыми парнями, к тому же накачанными стероидами. И это стало его беспокоить. Сравнение – вор радости. Поэтому Грег решил, если не можешь их победить, присоединяйся к ним и начал вводить себе около 3000 миллиграммов синтола каждую неделю. Вскоре его бицепсы раздуло до невероятных 28 дюймов 71 сантиметр. Однако все было не так хорошо под капотом. У Грега от постоянных инъекций развились болезненные абцессы и опухоли. И все же он продолжал, пока однажды, повторно используя иглу, он не прорвал один из абцессов на бицепсе. Ага, его рука почти взорвалась, а оттуда потекли разные неприятные жидкости. Ужасное зрелище. Его срочно отправили в больницу, чтобы откачать лишнюю жидкость и удалить синтол. Что удивительно, так это то, что он полностью выздоровел. Сейчас он справился со своей нездоровой одержимостью и выглядит намного более естественней. Молодчина, что тут скажешь. Трудно себе представить, что такие экстремальные меры для увеличения мышц могут того стоить. Однако икона бодибилдинга Ронни Колман определенно считал, что они того стоят. Это самый крупный парень, которого я когда-либо видел. За свою выдающуюся карьеру Ронни выиграл невероятные 26 титулов Международной Федерации Фитнеса и Бодибилдинга. Но огромная статура Ронни в 300 фунтов, 136 килограмм и невероятная сила были неестественными. Он принимал много стероидов и доводил свое тело до предела. В 1996 году во время тяжелой тренировки со штангой у Ронни произошло грыжевое смещение диска. Между каждым вашим позвонком есть мягкий, как бы резиновый диск и эти диски имеют мягкий желеобразный центр. Когда диск смещается, желеный центр выталкивается через разрыв, как бы резиновой оболочки. Обычные люди пошли бы к врачу, но не Ронни. Невероятно, но он продолжал тренироваться сквозь боль еще 10 лет, и это решение в итоге оказалось дорогостоящим. Когда он ушел на пенсию в 2006 году, его тело было разрушено. Ему понадобилось 13 операций, чтобы исправить различные травмы. Но эти операции усугубили его состояние и оставили прикованным к инвалидному креслу. Смотрите, я не называю Ронни фальшивкой. Я не говорю, что некоторые его операции не имели осложнений. Однако ему не нужно было бы столько операций, если бы он просто решил проблему сразу. Его решение игнорировать травму, тренироваться через боль и подзаряжаться сомнительными веществами привели его в намного худшее состояние. Но есть хорошие новости. Ронни проходит специализированную физиотерапию и уже начинает восстанавливать подвижность спины. Это, конечно, долгий путь, но его фанаты будут рады видеть, что он идет по нему. И вот так мы подошли к концу видео. Какой из этих мышечных казусов поразил вас в этом видео больше всего? Обязательно напишите мне об этом в комментариях. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Эльдар Блэйд, канал Удивительная Планета ТВ.